Доброго времени суток, дамы и господа. В 7 утра, в 7 ночи, не знаю, как правильно назвать текущее время, в которое я еще до сих пор не сплю. Решил записать для вас видосик касательно ПТРа и поговорить о новых крафтах, которые будут в обновлении 10.2. Да, на текущий момент нахожусь на ПТР-версии, подготовил уже заранее персонажей, скопировал их. Никнеймы ДК довольно-таки оригинальные. Пройдусь по профессиям поочередно. Начну с ДКшки, на нем у меня Кузнечка и Инженерка. Начнем же. Показывать буду в формате, открывая профессию, кликаю галочку, показываю только неизученные. И на основе этого мы делаем выводы, что новенького у нас добавлено в обновлении 10.2. Кладка неизучена у Кузнечного дела. Само собой, в крафтовые профессии добавили новый ПВПшный гир. Тематика Изумрудный сон, поэтому наплечья изумрудного бойца, башмаки изумрудного бойца, и все это прочее. ПВП-вещицы будут 463-го итем-левела. Требует реагентов побольше. Также имеется шлем Цветущего Сна. Это новый Эмбелишмент, новое украшение, которое будет в слоте головы, в которой шапка будет сразу крафтиться с украшением. Будут ли ее юзать? Вопрос хороший. Это у меня старый крафт неизучен, это тоже старый, это тоже старый. То есть, получается только доспехи. Никаких оружий, никаких игрушек, ничего абсолютно нет. Никаких питомцев. Окей. Касательно инженерного дела, что получается? Посмотрим. Аналогично очечке изумрудного бойца, конкретно только для инженеров. Чтобы их носить, нужно инженерное дело Драконьих Островов 1. То есть, хотя бы изученная профа. И также новая игрушка. Что она из себя представляет? Переносной поднос для мини-пира. Помещает переносной поднос для мини-пира, прекрасную посуду к пикнику. Требует 5 промерзших душ. Что ж, нужно подформить их и сразу же скрафтить. Открытие, наблюдение за процессом изготовления кондитерского изделия. Мы должны к какому-то кулинару будем подойти или что. Очень интересный фактор открытия этой игрушки. Окей. Далее зайду на монаха. На монахе у меня кожевничество и алхимия. В алхимии не так много изменений. Имеется два новых ледяных зелья. А именно одно токсичное, одно обычное. Рассмотрим каждое. Обычное лечебное зелье сновидца. Восстанавливает здоровье сразу и еще здоровье за 6 секунд. Типа усиление хилпоушена. По кайфу, х2, сразу, потом еще и за 6 секунд. Четко. И далее токсичное зелье. Аналогично на исцеление. Это отвратительное зелье мгновенно восстанавливает здоровье. Но затем наносит урон от чумы за 30 секунд. То есть, такое будет просто-напросто дот на нас висеть. Окей. Если раскачана токсикология в специализациях, это в целом будет неплохо. Но если быть обычным игроком без алхимии, то, наверное, лучше и юзать обычное зелье. Но это все еще можно будет прочекать в будущем. И, конечно же, решить, выбрать, какое зелье будет лучше, интереснее в какой-либо ситуации. Кожевничество, как и другие профессии, также получили крафт ПОПшного нового шматья для третьего сезона. Но также имеется создание украшения. А именно, изумрудный проводник. Окей. Кожевники будут делать украшения. Мы будем их покупать по бешеной цене в первые недели. Сущность сновидений это то же самое, что и Сущность пламени тьмы. Только дропается по понятным, конечно же, причинам. С нового рейда. Тематика обновления. Изумрудный сон. Пвпшное шматье, да, также имеется. Вот, пожалуйста, кожа 463. Что тут еще? Кольчуга 463 для ПВП. То есть, все есть. Все можно скрафтить. Все можно создать. Только самое главное, чтобы у вас был рецепт. Ювелирное дело также не обделено ПВПшными вещицами. Например, жерелье 463. Например, колечко 463 ПВПшное. Все это есть, все это имеется. Но также в виде интересного крафта имеется украшение. А именно Талисман Хранителя Сна, который работает весьма интересным образом. Видим это на экране. Что требуется для его создания? А, собственно, точно так же нам требуется сущность нового рейда, которая будет иметь нормальную цену в первые недели, конечно же. Да, сущность требуется. Одна штучка. Также фрагмент Дремлющего Рога требуется. И другие реагенты. Окей, то есть, ювелирное дело. Интересная профессия будет. В целом, ювелирка всегда нужна, потому что алмазики — это вещь нужная. Партняжное дело. ПВПшные крафты 463. По 6 рулонов ярой ткани нам потребуется. И также имеется новый крафт в виде украшения. А именно, зеленые узы. Ваши исцеляющие способности могут связать вас с союзником. Что ж, Хеллан придется страдать. Три сущности сновидений для одного крафта украшения. Нужно ли будет это украшение? Вопрос довольно-таки хороший. Если оно не будет нужно, если оно будет не очень хорошо себя показывать — окей. Но если оно будет бисовым, то целых три сущности отдать на первых неделях. Я, Хеллан, не завидую. Наложение чар — довольно-таки интересная профессия сама по себе и нужная при крафте шматья. Но все же наложители чар делают чант, и мы это прекрасно знаем. Посвящение снов. Для оружия требует сущность сновидений. Далее, иллюзорное убранство сновидения. Визуальный эффект, который работает — окей. И самое вкусное, что нам вообще всем нужно — это, конечно же, гребни. Гребень аспекта все так же требует два дракотиста. Гребень змея из сна — один дракотист. Гребень дракончика из сна — тоже имеется. То есть все-все-все это есть, и никуда это не делось. У нас имеются новые гребни. На них также нужен будет дракотист. Взлетит ли дракотист в цене — вопрос хороший. Начертание также имеет в себе пвпшные крафты некоторых аксуаров. Имеется новая вантийская руна для нового рейда Амирдрасил — Надежда Сна. Это его полное название. Также имеется два новых символа, а именно символ лунного хамелеона. Который мы, похоже, просто можем купить у торговца. И имеется метка золотого оленя из сна, которая позволяет друидам открывать облик золотого оленя из сна в парикмахерской. Предмет является персональным при получении. Возможно, его можно заказывать через заказы. И требуется новый интересный довольно-таки предмет под названием золотая шерсть, который сейчас является серым предметом. Но в 10-2 он становится предметом белого качества. И требуется для вот этого единственного крафта. Контракт с новой фракцией. Стражи сна. Чтобы изучить рецепт, мы его просто-напросто должны выбить в цветочном буме. Новое событие. Нет привязки к реноуну. Нет привязки к чему-либо еще. Дропнули, скрафтили — кайфуем. А чем быстрее мы ее прокачаем, тем быстрее мы себе позволим бесконечную руну, которую довольно-таки быстро можно отбить. Мы знаем текущие цены на руны. Они дорого стоят, поэтому бесконечную руну в целом за 100 тысяч купить — это нормально. Для скользящего дракозмея появился новый крафт, а именно мохнатый подбородок, который мы можем получить в изобродном сне. И дракон крыльев пустоты из грота. Как я правильно понял, ее теперь можно кастомизировать. И имеются два новых крафта. Именно челюсть с шипами и щупальца на подбородке. Все это также в изумрудном сне. На этом все. Мы рассмотрели с вами абсолютно все крафты. В целом мне нравится. Где-то просто добавили пвпшный гир, где-то украшения, где-то реинкарнировали предмет, который ранее был серого качества, а теперь он полезен. И хотя бы у друидов появится какое-то веселье, и они будут пользоваться столом заказов чаще с целью кастомизации своего облика. Меня это радует. Радует также то, что контракт с новой фракцией можно получить почти сразу же. Таким образом, быть может, даже и не стоит делать локалки на самом старте. Стоит там подождать чуть-чуть и сделать это все под контрактом. Да, это мелочи, но позволить себе руну еще раньше на какой-нибудь денек меня эта мысль будет очень сильно радовать. Как-то так получается. Уверен, вам тоже есть что сказать. Дайте знать об этом в комментариях. Быть может, вы там дропнете сразу себе рецепт на украшение и пойдете голдишку фармить. Какие у вас планы вообще насчет крафтов? Рассказывайте. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!